Ну что, можем подключиться. У нас уже в чате студия аналитики образовалась. Посерьезки. Вайперы обсуждают, Войда обсуждают, всех обсуждают. Кого будем брать на На? Это главный вопрос вообще. На На должен играть только на инвокере, только в шляпе, и только шляпа должна падать на пол у него. Иначе вообще смысл какой от На На? Ну, понятное дело, мидера могут выбрать, а мидера уже выбрали. Клопа уже будет для На На в данном пике. У команды FiveEva, Бэтрайдер и Эншент Оперейшн. Уже в пике, ну, Витч Доктор, ну куда же без него. Ну, Рубик для Инвейджин Спорт и Чен тоже для Инвейджин Спорт. Наличие Рубика уже хоть как-то разбавляет весь этот набор стандартных и надоевших героев. Ну, и Зевс тоже какой-никакой экшен и какой-никакой интерес из-за ультов. Так, в баню у нас ушли Нага Сирена, Шторм Спирит, ушел также Сэнд Кинг и ушел Войт от Инвейджин Спорт. FiveEva забанили тролля Вингу, Дизраптора и Акса. 10 секунд, remaining. Антимаг, банку тушенки Ронин Кату. Срочно. Все. Антимаг для Чибикса. Прошлая игра. Команды FiveEva. Вторая игра в Best of 2 против MVP Phoenix примерно по такой же схеме развивалась. Тоже был антимаг и тоже был антимаг для Чибикса. А там уже даже MVP Phoenix не вынесли тот напор, который организовал антимаг фактически в соло. Антимаг, по-моему, здесь более чем хорошо заходит. Собственно, антимаг против магов. И магов здесь предостаточно. Со стороны команды Инвейджин осталось пятого интеллектуального героя взять. И вообще там будет полнейшее раздолье у нас для АЭМа. По последнему бану. Что вообще у FiveEva по лайнам? Чибик, скорее всего, будет фармить легкую. Сложная Бэтрайдер, Ancient Operation Witch Doctor вместе с антимагом. Мид надо брать. Ну, мид забанили Инвейджин, Темплар Ассасин. Сложная Бэтрайдер. Пять секунд. Сложная Бэтрайдер. 40 секунд для того, чтобы забанить фармящего героя. Ну, не будет же тут Зевс или Рубик фармить. Конечно, будет какая-то... Какая-нибудь... Такая ерунда, которая много выносит дэмэджа. Я думаю, Бристлбэк не был бы лишним для команды Инвейджин Спорт. Чисто на линию фармить, чтобы хоть как-то переносить дэмэдж, который будет вливаться от FiveEva. Потому что, ну, дамажит хорошо, конечно, все, но... По сути, все мертвенькие. Что Рубик, что Зевс, что Эквапа на ранних левелах. Забанили Лекана. Ну, а Бристлбэка сейчас возьмут. Прям сплю и вижу. Конечно, бесполезно, и стратегия тогда будет кривая. Но кто-то дэмэдж должен выносить. Но осталось Энигму, поэтому пику еще взять. В сложную Зевс пойдет фармить легкую с Рубиком. Чен в лес. Нет, Чен пойдет фармить легкую. А Зевс с Рубиком в лес. Вообще непонятная комбинация у Инвейджин и Спорт. Наверное, что-то наигранное. Не думаю же, что они наугад берут героев. Последний пик для Инвейджин и Спорт. Ставлю на Бристлбэка. Джаггернаут. Ну, тоже неплохая тема. Джаггернаут, правда, против антимага. У меня много вопросов. Там Антостайл мастхэв. Джаггер, наверное, антимагу не рассказывает. Даже при одинаковом фарме. Если перефармит его антимага, скорее всего, антимаг его перефармит. Чибикс на этом персонаже отыгрывает великолепно. То у Джаггеров шансов вообще немного. Да и вообще антимагу. Что это? Страта ультов. Клопа, Зевс. Тот же Рубик с фейтболтом. Антимаг. Минуты после 20-ой их просто не будет чувствовать вообще. После какого-нибудь собранного Мантостайла и того же Пауэр Трэдс. Ну, ждем. Мид нужен. Нет мид персонажа. Пак. Вот теперь и поговорим. Как вы умеете раскастовываться. 5-эва. Ну, я топлюсь здесь за 5-эва. Они MVP Феникс просто на место поставили. Забили открытой ладонью. Бедняк MVP Феникс. И, возможно, с Invasion Esports та же история происходит. Миракл играет на паке. Чибикс у нас на антимаге. Дальше, дальше, дальше. Я даже не могу выговорить на самом деле. Имена этих ребят. Не буду особенно позориться. Короче говоря, в пике 5-эва. Бэтрайдер. Антимаг. Ancient Operation. Пак. И Вич Доктор. Со стороны Invasion Esports. На нано-клопе идет в мид. На сложную идет у нас АДТР на Рубике. Вот такой я видел Йоку. Недавно отыгрывал на Рубике. В сложной. Этот Йоку не пов. Изувечил вообще. Ну, здесь к нему еще и Гёст идет. На Зевсе. Неужели в Соло будет фармить у нас Джаггернаут? Кстати, Джаггера могут здесь встретить. Обходят. И обходят очень удачно. Джаггера... Джаггера видят. Джаггер приплыл, по-моему. Надо напалмами поливать сверху, как только могут. Еще один напалм. Бэтрайдер. Ну же. Есть же напалм. Дай его просто. Нет, не дает. Привел к Чену. Теперь Чен отсюда бежит. Но здесь подставил своего тиммейта, как только мог. Джаггер в итоге не трогает. У нас 3К ММРУ Буст. Ну и не стягивается сюда команда Инвейджин и Спортс. Нет смысла, по большому счету. Не добегут. Только потеряют время. И руну потеряют. И потеряют. Выход крипов. Для Нана будет руна на топе. Хотя Чибикс еще за нее посражается. Антимаг забирает у нас руну на топе. Стоила ли она того, Антимаг? Думаю, нет. Думаю, не стоила. Чибикс забирает руну и теряет жизнь. Нормально на ФБ у нас слился. А мейн-герой команды FiveFever, что вообще это было? Зачем это было? Я не понимаю. Но зато быстрее на лайн отправился. Все, Антимаг у нас уже появился. Уже на лайн. И у него аж 100 опыта. А Рубика, который сделал First Blood, всего лишь 72. Так что Антимаг в любом случае на коне. Ладно, ФБ для команды Инвейджин и Спортс. И начинают они с плюсов 500 по голде. Интересно то, что у Рубика в руках уже 1000 золота. То есть имеется тапок. Есть уже 500 голды. Тут один отводик и будет быстрый Арканы. А уже можно, значит, драться. Так, где так сильно Нана просел? Нана и Зевс у нас проседают. От кого? От Чибиксов соло? Нет. Ancient Operation здесь. Пак в это время забирает у нас... Где вообще пак? Пак в это время все-таки забрал Квапу на миде. Давайте это посмотрим. Не может же так быть. Все, ворвался на хэкграунд. Разорвал у нас потихонечку Квапу. Меркл выигрывает пока свой лайн. Это все на первой минуте. Экшена у нас уже предостаточно. Одну минуту сыграли, два фрага сделали. В итоге Зевс отправляется в соло сложную. Рубик занимается здесь отводами на лайне. Ну и помогает, конечно же, Джаггеру фармить. Линия подпушилась под тауэр команды 5-фэва. Бэтрайдер относительно комфортно себя чувствует. Меркл уходит под фонтан хилится. Она уже 0-1 начинает и погалдел очень сильно. Ну не очень сильно, но в любом случае где-то да будет уступать у нас паку. Хотя даже непонятно, что дороже. Умереть и оказаться под фонтаном и быстро прилететь на ТП. Или пешком идти на свой фонтан на ранних левелах. Третий левел у нас у пака и у Квапы третий. Ну у пака побольше. Немножко Меркл за счет фрага заработал нужную экспу. Готовится выйти у нас Чен. Хотя не сам, а просто через торнадо будет здесь мучать пака. Геост, второй левел. Две мантии интеллекта, ничего больше. Два напалма уже лежит у нас на Рубике. Рубик скорее всего догорает. Главное, чтобы крипы не загорели. Нет, выживает. ДТР отходит. Уже очень близко был Джаггернаут. И там Бэтрайдер передумал как-то гнаться дальше. Джаггер начинает наваливать еще потихоньку Бэтрайдеру. Чибикс фармит 15 на 2. 15 на 3 у нас у Джаггернаута. Бэтрайдер стоит просто, получает экспириенс. Уже, кстати, четвертый левел у Бэтрайдера. Что там в миде? У Квапы четвертый с половиной. У Миракла тоже четвертый с половиной левел. У АДТР от третий левел. Фейтболт есть или Кинес есть? Если подставится Бэтрайдер, можно попытаться и забрать. По-моему, подставился Бэтрайдер. Нет. Нет, АДТР не решился поднимать его. Ну, опять же, Firefly был проюзан. Скоро им будет маны. Может, есть смысл поднять у нас Бэтрайдера. Пошел гнать его Джаггернаут. Фейсбуцы уже имеются. Ну, все. Здесь через Firefly, просто через Глиф перелетает. Бэтрайдер уходит. Половина ХП. Транквилы есть. Можно спокойно возвращаться на линию. У Джаггера по хилу, вот, собственно, да. Хилингвард первого левела тоже имеется. 1-1. Так хорошо начали и чуть-чуть подздали в темпе обе команды. Файтов не происходит. Кое-как экспу где-то себе суетят. Ну, не врываются, не дерутся. Миракл почти без ХП и практически без маны. Так, квапа у нас ворвалась. Наорала на... На... На кого? На... Конечно же, на Вич-Доктора. Вич-Доктор рассыпался. Аппарат забирает у нас в это время квапу от ДТР. В соло дерется против Five-Eva. Маны нет ни у кого. Просто надо с руки друг друга стрелять. А ДТРа засловывали. Сюда приходит Миракл. Ну и фраг для мидера команды Five-Eva. 2-3. Антимаг в это время фармит. Никто ему не мешает. У Чибикса уже 30 крипов. 30 на 3. Крипстат, хотя 32 у Джаггернаута. Ну, очень ровно идут. Практически ничего не пропускают. По крипам отсюда и вменяемое количество денег. Давайте глянем в Нетворс. 2-400. Даже 2-500 Джаггернаут и 2-400 у нас у Чибикса. У Чена 650. Даже тапка пока нет. У Пака Боттл есть. Есть Нул Талисман, но и Стик Грейжиный. У Квапы абсолютно та же история, только без Грейжиного Стика. Чен улетит сапог. Ну, пока никто ничего серьезного не собирает. Да и не было возможности такой как-то оторваться по золоту, чтобы где-то позволить себе какие-то артефакты серьезные собирать. Джаггер у нас идет в плюсы и по одному все, что необходимо. Джаггер шарит. Для полного баланса в один еще умный слэш качнул у нас 3К ММРУ буст. Под смоком команда Invasion. Во вражеском лесу. Увидели здесь Ancient Operation. Поймали в сетку. Миракл на лоу ХП. Сможет ли уйти на свой хайграунд? Да, Миракл у нас приходит и прямо на голову АДТР опускает ему Ancient Operation. С приездом мы тебя так давно ждали. Пока развалили и развалили аппарата. Выходят на мид игроки команды Invasion. Т1 начинает трещать. Где Бэтрайдер? Бэтрайдер там. Чибикс тоже здесь. Чибикс не будет появляться, я думаю, на миде. Пока что-то серьезное не случится. Вич Доктор улетает. Хотел улететь прямо из-под Тауэра. Нет, не получилось улететь. Умирает он. Колдфит у нас на АДТР. Стики провязал. Ну, он здесь разваливается. Тауэр забирает у нас АДТР. Ну и в итоге один в один разменялись. Но АДТР вроде посерьезнее, чем Вич Доктор со стороны команды 5F. Да, поэтому 5F и заработали побольше. Так, Зевс проседает по ХП. Почему? Не почему. Солу-ринг уже имеется у Гёста, у Джаггернаута. Тем временем. Имеется уже Мордип Маск. Фейсбутс есть. Немного осталось до Мома. Пауэртретс у Квапы и... И у Миракля нет пауэртретс. Миракль по золоту отстает на 300. 250 на руках. Ну, Миракль только что умирал и умирал в окружении сразу нескольких героев. Это значит, что по экспириенсу инвейджин неплохо все поднялись. Опять же, и Ancient Operation у нас слили. Уже сюда подходит Икс со своими дворнягами. Напугал и ушел. Хотя любой, в принципе, выход на пака в сетку поймали и можно будет разваливать. Соник Вейв у Квапы уже имеется. Главное просто подойти. Чибикс загнал Геоста за Т1. Уходит антимаг, покупает себе Персеверанс. Пока что на дэмэдж ничего серьезного. Миракл ловит Шадоу Страйк. Будет гнать дальше у нас на Миракля. Хотя Чибикс сюда приходит. Дримскойл пошел по Квапе и ульта от антимага. Чибикс погибает, но Квапу забрал. Ульта от аппарата тут уже просто в никуда. Один в один подрались. Потеряли кор-героя и разменяли на мидера команды соперника игроки FiveEva. Гёсту дали время пофармить. Он, собственно, этим и занимается. Уже 18 на 1 Крепстат. Надо хоть как-то вывозить левел. Шестой есть. Еще одна верхняя необходима. Ну и по золоту тоже проседает сильно. Герой стоит соло и практически не имеет артефактов. У Пака 800 на руках. Пауэр Трэдс скоро-скоро, но дадут ли? Опять же. У Нана уже есть Пауэр Трэдс. Имеется... Ну, все, в принципе, то же самое, что у Пака плюс Пауэр Трэдс. Блэйта Фаллакрити летит у нас для Джаггернаута уже, где... Кстати, Чибикс. Ой, не Чибикс, а 3К ММРО Буст. Чибикс у нас с другой стороны фармит. Имеется у Джаггера уже Маск оф Мэднес. Есть Фейсбутс и есть Блэйт оф Фаллакрити. Готовится выход в Яшу. Антимаг 600 после Персеверанса. По золоту Инвэйджин 2000. По Экспириенсу 0. Полный 0. Как там дела у Чена, где Мека? Все хорошо у Чена. До Мекки осталось совсем немного. Осталось 600. И... Рецепт вместе с полной Меккой будет готов. 7-й левел есть. Правда, нет маны, но... Я думаю, драться еще пока никто не будет у нас на карте. Чибикс получает верхнюю. Ну... Конечно, не сказать, что ни холодно, ни жарко. Но не сильно дамажит, опять же. И здесь только в один спеллшилд включен. Вкачан, точнее. Выходит у нас под смоком команда Инвэйджин. Во вражеский лес. Что здесь по набору крипов? Здесь два шоквейва. Здесь сетка и стан. Вообще просто нельзя появляться даже на лайне. Чибиксу поймают и разобьют все, что необходимо. Но для этого нужен вменяемый врыв от Рубика. Главное поймать у нас Чибикса. Понимают, что где-то здесь он. Друг друга не видят. Какая забавная игра. Нет, друг друга не видят. Чибикс вжимается у нас в деревья. Главное больше деревьев, чем возможно не проесть. И не наткнуться здесь. Ой, наткнется. Наткнулся. Наткнулся сразу бежать. Вот это подарочек. Нашел антимаг у нас у себя на лайне. Выходит вместе с крипами Чен на топ-тавер. Чибикс отсюда убегает. С крипами сейчас подойдут. Развалят Т1. Ну и со скелетон-варьерами, конечно, безусловно. Аппарат тем временем забрал квапу на миде. Миракл сильно битый. Зайвейдил, кстати, ульту от Зевса. Но догорел благодаря Shadow Strike. Ну и пошла ульта у нас от Джаггернаута. Вдвоем погибают игроки 5-5. И Джаггернаута тоже нашли чем разобрать. Антимаг забирает данный фраг. У Чибикса 2-2-0. 1400 на руках. Персик есть. Можно выходить в клеймер. Здесь забрали тауры. Можно идти дальше. Мека уже, в принципе, летит Чену. Но не сворачивайте вы с верного курса. Нет бэтрайдера, нет. Ну, скоро, конечно, появится. Да, это я немножко перебыковал. Антимага 1500 на руках. Крипов здесь достаточно. Фарм, в общем-то, идет. Мека прилетает Чену. Ульта аппарата никого, кажется, не задела. У Квапы Роупо в Зе Мэджик появляется. Готовится выход в Обливент Стаффе, а дальше в Оркет. Т1 по миду. Начинает гореть. Где Чен с крипами? Чен с крипами в спину заходит. Застопили у нас бэтрайдера. Бэтрайдер сильно, сильно, сильно дамаженный. На нас, скорее всего, не уходит. Мекку проюзали, но это не помогает. Дримской лотпака. Ульта пошла от аппарата. Скорее всего, Чена развалили. Да, Чен умирает. Очень сильно битый Вич-доктор. Вич-доктор погибает. Также погибает у нас Рубик. Ну, 3 в 2 подрались. Все это в пользу команды 5-5. Чибикс жив, и Чибикс продолжает гнать. Манавойт есть. Надо просто кого-то ударить. Бьет Джаггернаута. Прыгает вперед или нет? Ну же. Где же твое чувство? Даже не знаю, что это за чувство. Чувство безмозглости прыгать на двоих в невидимую зону. Забирает себе Тауэр Антимаг. 2 600 на руках. Уже готовый Баттл Фьюри на 13-й с копейками минуте. По-моему, неплохо. В лесу одного Крипа. Да даже можно дождаться, пока дотикает и отправляться фармить какую-нибудь из лайнов. Пак врывается у нас с Джаггернаута. Джаггернаут отсюда уходит. Поднимает АДТР. И что? Иллюзориор в итоге для Рубика. Полетел Иллюзориор от Рубика. Ну, врывается Рубик на хайграунд. Зацепил здесь Свитч Доктора. Нет Дезварда. Можно драться. Хотя сильно битый Джаггернаут. Ульта пошла по Бэтрайдеру. Рассыпался Бэтрайдер. И Соник Вейв от Нана. Сильно-сильно битый Джаггернаут, но живой. Хеллингвард провязал. Где Пак? Куда же Пак у нас ворвался? Что вообще себе Пак думал? Ульта аппаратов никуда. По факту 3 в 0 подрались. 14-11. Становится счет. 1200. В свою сторону Инважен приобрели в данном файте. Ну, сейчас графики обновятся и увидим. В это время Чибикс выходит у нас на Т1 по топу. Прилетает ему Баттлфьюри. С руки уже достаточное количество демеджа. Можно бить. Рошан сыпется. Должен Чибикс успевать забрать Т1 на топе. Будет ли под сейв? Что там у Рошана ульта от аппарата? Сразу по троим никто не полетит дефать Тауэр. Так серьезно ульту поймать. Это еще надо попробовать. Сильно битая ДТР. Сильно битый Чен. Точно так же Квапа у нас битая. Ну, все отсюда потихоньку расходятся по своим линиям. Антимага 1200 уже на руках. Ну, готовится выход, как я понимаю, в Манта Стайл. Собственно, куда еще Антимагу направляться? У Зевса имеется Форс Став. Есть Сол Ринг. У Квапы Обливиант Став имеется. 420 на руках. Ну и набор старых артефактов. Джаггернаут. Яшу себе приобрел. После Яши 2000. У Чена Мека сапог пока больше ничего. У Рубика Аркан Буци и 1000 с копейками на руках. У Антимага 1600 после Баттл Фьюри. У Витч Доктора Транквил Буци урна Смог 400 на руках. У Пака Даггер. Ну, у Талисман больше пока ничего. Правда, что по золоту 850. Ну и должен уже лететь Мидас. Для аппарата так и есть. И Бэтрайдер с Даггером 900 на руках. Под Смоком Инвейджин. Заходят во вражеский лес. Найти здесь толком никого нельзя. Чибикс опять у нас уже на... Любимое место прячется. Чибикс в прошлый раз проблемы там нашел. Правда, удалось избежать их. Все, показались сразу два игрока. Ну, здесь под Смоком... Да, Смок уже спал. Готовится выходить на Т2 игроки Инвейджин. По золоту они, в общем-то, ведут. Хотя и немного. Ну что, взлетает у нас Бэтрайдер. Уже готов врываться. Но, опять же, его застопят здесь. Кого здесь вытаскивать? Кентавра или Тролля, который сеткой тебя на место поставит? Я думаю, уже чем готовится и ждет. Когда будет врыв от Бэтрайдера. Пока ничего такого. Ульта аппарата полетела. Попадает по... Никому. Собственно, только... Вообще никого не зацепило ульта аппарата. Все очень удачно разошлись. Хилингвард. Тот же Аэгис у Джаггернаута. Вообще, врываться бессмысленно. Упал Т1 по миду. Команда 5-5 даже не пыталась его дефить. И, наверное, этого не случилось бы. На Т2 уже Чибикс направился. Пытается подпушить. Пока спушили Т1, Т2 точнее на миде. Пытается Чибикс хоть как-то оттягивать команду инвейджин на другие лайны. Ну, есть чен в пике. Инвейджин должны пушить. Иначе, как вообще оправдать наличие чена в команде? Осталось внешних Тауров 2 всего на миде и внизу. У команды инвейджин 4 Таура. Внешних еще стоит. Дезвард пошел у нас от команды 5-5. Очень сильно битый Джаггернаут, но отсюда уходит. Ульта аппарата вообще в никуда. Ну, все живы. Джаггернаут отделался легким успугом. Ушел из файта живой. Где-то Курьер рассыпался. Курьер в лесу рассыпался. Тут Чибикс гуляет. Развалил Курьера. У Аэма Яша уже есть. Тысяча по золоту на руках. Аппарата 800 после Медаса. Ну, аганим здесь будет не скоро, конечно, но будет. Медас примерно об этом нам и говорит. Дагон у Меркля появляется на паке. Как это назвать? Что это? Так, решил Меркль распорядиться своим золотом. Нана, если поймает ульту, можно разбирать. Дримскойл имеется. Поставили Дримскойл. Ну, Нана... Нет, Нана еще живет. Соник Вейв в спину Мерклю. Подняли его. Будут разбирать. Пак погибает. Рубик через Фейтболт у нас забирает. Пака все очень быстро. А ДТР круто отыгрывает в этой игре. Это вообще не обсуждается. 2-150, даже 2-200 у него на руках. Скоро появится Даггер. Увидим, на что Рубик способен в полной мере. У Зевса после Форстафа начинает появляться Юл. Т2 на топе проваливается. Бэтрайтер врываться сюда не будет. Эггис по-прежнему у нас на Джаггернауте и пока не спадает. У Рубика появляется Даггер. Все, Айгис спал. Теперь драться инвейджен чуть менее комфортно, но все равно они выигрывают достаточное... Нет, кстати, недостаточное количество денег. 5-5 классно себя чувствует. Там в руках антимага, по-моему. Очень много чего скопилось. Рубик украл... Что такое? Хилку украл у нас Рубик. Там антимага нафармил уже больше всех на карте. 11.5 у Чибикса. Есть готовый Манта Стайл, есть Баттл Фьюри. Вот теперь Крипы Чена приплыли. В сетке стоит Чибикс. Ну ладно, здесь есть что пофармить. По-моему, двух Крипов расковырял. Ну и униженные тролль и оскорбленные тролли-медведь уходят под фонтан Хилица. Антимаг 800 по голде на руках. Леса будут фармливаться с феноменальной скоростью. Здесь бы кто еще постакал, цены бы вообще не было. Дагон появляется у Миракла. Решил все-таки дать шанс команде Инвейджин, как я понимаю. Хотя, может быть, это будет рабочий Дагон, который действительно пользу принесет командину. Кого выключать? В принципе, есть ребята, которых можно выключать. И Рубик, и Зевс. По ХП немного. 920 здесь. 739 у Рубика. Ну, прогрейдить Дагон можно, в принципе, будет и подраться. Мы увидели, что с одного раз каста. Вот пока немного-немного ХП остается у Квапы. Ну, с участием Дагона, наверное, и разберет. Квин оф Пейн приобретает себе Оркит. Ульта пошла от аппарата. Готовы врываться. Фаерфлай проюзал у нас Бэтрайдер. Пока никого за собой не тащит и ни на кого не врывается. Гёст здесь на лоу ХП. Ну, разбили. Лицо Паку. Джаггернаут. Омни слэш так и не проюзал. Под Момом бежит. Просто с руки заковыряли. Кто тут из троллей, кто-то, да, наверное, помог? Нет, сетка откатилась. Всё, в принципе, в откате. Ну, может быть, просто с руки заковыряли. Извиняюсь, не заметил. На хайграунд команды 5-5 отправляется Инвейджин. Хилингвард есть ли? Да, Хилингвард имеется. Можно драться. На нас ДД. С руки 270. Ульта аппарата. По Джаггернауту. По Квапе. Надо отхилиться. Ну, Хилингвард, в принципе, для этого и существует. Ждут. Спадает ульта аппарата. Хилингвард вырубили. Можно начинать пушить. Что, будет ли врыв? Где Чибикс в это время? Чибикс в это время Т2 пушит. И так вообще все игры команды 5-5. Где какой замес? Чибикс идет на хайграунд соперника. Забирает Т2. Пойдет ли дальше у нас антимаг? В это время у нас сыпятся бараки. Вместе с крипами Чибикс идет на хайграунд команды Инвейджин. Не собирается он драться ни с кем. Он будет просто устраивать Ред Доту и разваливать сторону Инвейджин. Ну, уже сюда летит Зевс. Ну, Зевс вообще не помеха, мне кажется, для антимага. Здесь у нас драка. И драка, в общем-то, защищает бараки команды 5-5. И в итоге что? В итоге ничего не случилось. Упал просто Т3 у команды 5-5. Чибикс жив и здоров. Уходит у нас на ТП, покупает себе Ривер. Постепенно вырисовывается у Чибикса Тараска. Джаггернаут уже бегает от антимага. Не способен что-либо ему рассказать в сольной драке. 15 тысяч для Чибикса, даже 15 с половиной. Насколько я понимаю. Да, 15 с половиной для Чибикса. И 3 кммру буст. 12 тысяч нафармил. Ультимейт Торп, ну, скорее всего, выход в скаде у нас от Джаггернаута. Я ставлю на антимага. Если бы меня вдруг кто спросил, если бы кого-то вообще моё мнение волновало, то, конечно же, я поставил бы на антимага. Потому что фарм крутой. 16 тысяч на 24-й минуте. 680 гпм у антимага. Это более чем достаточно, чтобы катку под себя полностью подмять. Продолжает фармить абсолютно все линии. Здесь втроём уже выходят. И готовы, я думаю, с антимагом сражаться. У Рубика есть даггер. Врываются. Поднимают у нас Чибикса. Сайленс по Чибиксу. Сайленс сброшен. Какой-то ещё откуда-то Сайленс, как я понял. Ворованный? Нет, 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 нет. Странно. Вроде бы был сброшен Сайленс. За счёт Манта Стайла. Кто засайленсил ещё раз? Сейчас глянем. Ну же, Fight Recap. Мне аж интересно. Да, всё-таки был рифт от Рубика и дабл Сайленс на антимаге. Ну да, тут понятное дело, что одним Манта Стайлом не отделаться. Да, Арчи Ту Квапы. Я вижу Арчи Ту Квапы. Арчи Ту Квапы заивейдился Манта Стайлом, а потом прилетел ещё один Сайленс. Вы же видели, после Манта Стайла Сайленс продолжал быть на антимаге. Поэтому я им задался вопросом. Но это был ворованный Сайленс от Пака, который Рубик провязал. Ну, опять Инвэйжн собрались драться. Опять собрались заходить на Хайграунд. Чибикс в таверне. 1500 на руках тут, не хватает. На Бутсов Тревел, если вдруг захочет пойти пушить в ответ. Рассыпается у нас рейнжевой барак. Принялись за Милишный. Милишный тоже сыпется. Под Момом Джаггернаут классно всё делает. Каски полетели от Вич Доктора. Врывается Мирикл. По двоим ставит ульту. Пошла ульта от Вич Доктора. Развалили Квапу. Сбили Айгис у нас Джаггернауту. Будет ли драка против Джаггера? Джаггеру наваливают. Дезвард лупит. Гёст без ульту ещё не провязал. Джаггера просто отправляют на базу в полнейшей панике. Команда Инвэйжн. Куда ворвались, зачем, непонятно. 706 по золоту Файфа зарабатывают. Что тут у Джаггера? Ну уже готов, в принципе... Готов Файо в Скаде. Тогда не будет денег на байбэк. А Антимакс 100% этим может воспользоваться. У Айма уже появляется Тараска. И появляется сразу же Скаде у Джаггернаута. Джаггернаут или АМ? АМ или Джаггернаут? Конечно же АМ. Рубик украл у нас Блинк. Улетает отсюда АМ как можно дальше. Ульта сейчас наверняка будет ульта у нас от Джаггера. Нет, улетает как можно дальше АМ. И правильно делает. Пошёл фармить. Вообще ничего не случилось. Ну били меня, били. Ну хорошо. Просто какой-то буддист у нас АМ. Не собирается драться ни с кем. Просто бейте меня и ломайте об меня руки. Ещё одна попытка от Инвэйжн зайти на хайграунд. Вот команды Файфэва. Ранжевой барак снесли. Можно продолжать. Что там у Чена по крипам? Ну ничего особенного. Два тролля. Два тролля и четыре скелетон Вариора. Это вам не шутки. Агоним появляется у аппарата. Вот теперь посмотрим как будет идти игра. Хеллингвард поставили. В это время Чибикс готов заходить и сносить сторону команды Инвэйжн. Просто сыпется Т3. В это время барак потихонечку-потихонечку, но дамажится. Кентавры бьют. А почему не подходит команда Файфэва? Ну ждут, ждут. В принципе ульты есть у всех. Чибикс в это время уже начинает нарезать по баракам. Зевс провязал ульту. Развалили бараки на миде. Ну и летят по антимагову душу. Хорошо, не тот барак немножко выбрал у нас Чибикс. По-моему за это может поплатиться. Нет, режет, 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 режет. Продолжает нарезать, убивает у нас милишный барак. Ну, по-моему Чибикс немножко оплошал в данном файте. Зачем это надо было непонятно. Байбека, по-моему, у него нет. Нет, есть байбек. Все-таки есть тут 18 левел. Полторы тысячи хватает. Да, тысяча всего надо на байбек антимагу. Все равно, милишный барак сгрыз. Здесь всей командой сгрызли лайн. Здесь в одно лицо сгрыз милишный барак. Так, вапа проседает по хп. Пак тоже здесь. В общем-то очень битый, но пока еще живой. И выйдет все, что необходимо. Миракл прячется в кусты, но здесь сильно не спрячешься. Что с лицом, Пак? Куда этот догон вообще девать? Первого левела догон. Что с ним делать? Куда? Как? Зачем? 3К ММР о буст. После скади, после сэнджин яши что-то ничего. А нет, все-таки Митрил Хаммер себя принес. Как я понимаю, будет Блэкинг Баррель, это будет Мэл Стром. Что это вообще будет? Ну, увидим. Скорее всего БКБ, потому что много неприятностей здесь есть. И главная неприятность Attentioned Operation. Со своим ультом. 20 секундам, если я не ошибаюсь. 17 секундам, ну, близко. К 20. Да не флеймите вы, Пака. У него догон уже минут 10, наверное. Минуты с 20 действительно догон на данном персонаже. Там Клиника. У Пака 16 левел. Третий Дримс Койл. И вместо того, чтобы собрать уже на данный момент Аганим, Пак собирает догон. Странное решение. Ну, можно пойти, в принципе, в Аганим сейчас. А можно не пойти, можно мимо Секретшопа. Пройти, просто пойти. Забрать руну богатства. Ульта аппарата пошла. По Зевсу попадает. Попадает также по Нана. Уже ребята начинают терпеть. Зевс сыпется по ХП. Очень сильно. Тут по окончании... 500 ХП, наверное, останется по окончании ульта аппарата. Смотрим. Просто следственный эксперимент. Ну, 600. 650 осталось. Хеллингвард начинают сносить Т2. Ну, в общем-то, внешние товара рассыпались. В это время Т2... Просто ты смотришь на команду Invasion Esports, понимаешь, что где-то в это же время в зеркальном отражении происходит то же самое. Только антимаг делает это в одно лицо. А не в пятером собирается на лайне. Ну, а здесь, конечно, компания Бичей 5-Fever толком ничего пока не производит. Никаких файтов вменяемых не организует. У Меркла догон. Прошу любить и жаловать. Куда Меркл полетел? Показать всем догон. Нет, ну, скорее всего, подпушить просто сторону. Рошана не будет еще 2 минуты. Просто на разведку ульту аппарат опустили. Ну, а что ждать вообще тут кулдаун 40 секунд? Можно нон-стоп использовать. Ну, что, врывается у нас Меркл на крипов. Вот такой вот партизан какой-то доты. Ну, разошлись команды относительно по своим половинам. Давайте тогда сможем на графике обратить внимание. 500 по золоту 5-Fever выигрывает. 500 по золоту. 20-32 минута. То есть ничего вообще не выигрывает. По экспириенсу 3000 тоже разница. Дело не в том, кто что выигрывает. Дело в том, что разницы практически нет. И что команда Invasion нафармлена неплохо у них. Посмотрите, что есть по артефактам у всех. Здесь по артефактам готовых мало артефактов. Все дело в том, что в антимаге все это сконцентрировано. Уже имеется Талисман оф Вейджен. Готовится выход в бабочку. Т2 на мидлейне. И начинает гореть. Скорее всего, Чибикс его дорежет. Да, забирает у нас Чибикс Т2 и улетает отсюда. Бежать как можно быстрее с ДД антимаг. Можно было, конечно, бы и подраться. Но кому это, собственно, надо? Все, антимаг на хайграунд. Бежать оттуда как можно быстрее. 3500 на руках у Чибикса. Две такие пачечки и готовый баттерфляй. Что тогда делать? Тауран, понимаете, в чем проблема? Инвейджен не дерется с антимагом. Антимаг, точнее, не дерется с Инвейджен. Просто не вижу зла. На него врываются и он просто уходит. Я же говорю, антимаг буддист. У него какая-то травма детства, связанная с Таурами, наверное. И поэтому он людей просто-напросто избегает. Идет и пушит Таура. Не хочет. По одному лайну команда Инвейджен, он по другому лайну. Для равновесия в доте. Чтобы все было в мире в полнейшем равновесии и гармонии. 3400 уже на руках. По-моему, купил себе обливент став. Квартер став, точнее. Да. Все, летит готовый баттерфляй. Будет ли антимаг отсюда уходить? Нет. Наверное, не будет. Скоро появится у него ТП. И теперь команда Инвейджен вынуждена за антимагом гоняться. Не они диктуют свои условия. Не они идут пушить или не идут пушить и гонгают. А теперь то, что решит антимаг, то и происходит. Да. Это, конечно, полный трэш для команды Инвейджен. Теперь бегай по всей карте за ним. Ну и пока за ним бегают, он все равно движется по карте очень быстро. Перемещается быстро, фармит еще быстрее, чем перемещается. И скоро будет фулл за пак. Здесь продается еще вот этот артефакт. Покупается Boots of Travel и на место освободившегося покупается Abyssal Blade. Что тогда делать? Кому угодно, Джаггернауту, Квапе. Да вообще всем. Я, честно говоря, слабо понимаю. Чибикс устал. Устал бегать. Просто говорит, хочу стать соснами подышать. Надоело. Все хорошо. На мид отправляется Чибикс отпушить. Потому что без него, как я понимаю, команда FiveEva не справляется. Ладно, по NetWords давайте глянем. Ну здесь печаль у нас у Вичдоктора. Хотя тысячи остается до Аганима. 35-ая минута еще бы. У Рубика Даггер, у Рубика Форстав. Так, ульта, кстати, аппарата. Влетает у нас на Рошана. Где находится в это время Чибикс. Чибикс в это время идет пушить мид. Не собирается ни с кем разговаривать. Все вырезает вообще по лесу. Просто животные и Таура. Людей не вижу. Баттерфляй после бабочки уже 1400. Сколько тут на выкуп? Еще 550 до выкупа. Но это тоже на 12 секунд. Так, что вообще у нас по фарму Чибикса? 722. Ой-ой-ой, как много. 35-ая минута. Это действительно очень много. Дальше просто некуда будет складывать вещи, которые Чибикс будет покупать. И пушить теперь инвейджин, я думаю, отказываются. Не хотят и скорее не могут даже уже пушить. Потому что в любой момент у нас антимаг прилетает на один из лайнов. А ему по лайнам бегать абсолютно просто. То есть нападать он может за счет блинков. По диагонали вот так вот пересечь карту за 4-5 брыжков. А это всего лишь 20-30 секунд. Ну и на ТП улетать из любого файта. И цеплять его толком нечем. Пока не будет какого-то контроля по типу Башера или даже по типу Абисал Блейда, чтобы хоть как-то законтролить у нас антимага или Хикса того же делать нечего. Ну да, Квапа сообразила, что без Хикса здесь одним Сайленсом не обойтись. Ну и тоже рифт не будет у Рубика вечно появляться. Сейчас вообще, кстати, ничего у Рубика и нет. Подходит команда Инвейджин на хайграунд команды Файфэва. И теперь Викторина. Чем в это время занимается антимаг? Вариант А. Пушит Тауэр внизу. Вариант Б. Пушит Тауэр внизу. Вариант С. Да, вы угадали. Пушит Тауэр внизу. Ульта аппарата пошла. 3К ММРУ буст просто озверел. Надоело ему. Все. Чибикс в это время сносит бараки. Если упадет здесь топ, упадет низ и здесь. Чибикс валит бараки в соло. В это время кое-как команда Файфэва развлекает своих оппонентов. Здесь толпой вообще. Всем, кто есть. Всех дворников подняли. Бомжей. Всех, кого только можно было. Привели. Говорят, давайте драться. Здесь Чибикс соло у нас. Ковыряется и уходит. Сносит. Сносит милишный барак на нижнем лайне. Еще и Икс здесь умудрился развалиться без антимага. Ну, Файфэва, по-моему, просто какие-то каткопереворотная команда. Очень круто. Это напоминает мне кого? Да, Виртуз Проп, по-моему, да? Там с Иллиданом постоянно терпят, 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 терпят. Потом смотришь на эту медузу шестислотовую и двухсотую минуту на карте медуза идет сносить. Ну, здесь Чибикс не так, конечно, действует. Но в любом случае это все достаточно занимательно. И что примечательно. Стоит милишный, стоит рейнджевой барак. 4 тысячи на руках у Чибикса. Чего, собственно, на него в основном обращаю внимание? Ну, потому что от него зависит все в данной игре, безусловно. Живой Чибикс, Чибикс идет пушить. Умирает Чибикс, команда Инвейжн за секунду спушивает своих оппонентов. Это все понятно-понятно. Так, врывается у нас Джаггернаут. Куда? Что такое? Потерял контроль у нас, по-моему, Джаггернаут. Ну, здесь просто не удается нормально крипов фармить. Джаггернаут проседает по хп от обычных крипов. Две пачки, они ему реально дамажат. Половину хп уже снесли. В антимага таких проблем нет. Но тут понятное дело, что сплэш. 4800 на руках. Надо покупать Башер и Абисал Блейд. Идет на мид Чибикс. Все у него хорошо. Ульта аппарата ни в кого не влетает. Блинкдаггер украл у нас Рубик. Поднял Чибикса, приземлил назад Чибикса. Чибикс упал. Давай дальше фармить. Врывается на Рубика. Даже не на Рубика. Он не трогает Рубика. Он не прикасается к нему. Он просто стоит и фармит Тауэр. Иначе не скажешь. Все, улетел. Это какой-то ужас, летящий на крыльях ночи. Как так получается? Где у антимага черный плащ? Сейчас, наверное, отсюда улетит. Нет, поднимают его. Наконец-то хоть что-то с ним сделали. Потому что уже больно было на это смотреть. Но в любом случае, Т3 на миде развалился. Да, у Чибикса есть байбек. Это безусловно. Но, тем не менее. Он не прикасается к людям вообще. Он никого не трогает. Никого не бьет. Он просто пушит Тауэр. Понятно, что Дота именно так и выигрывается. Кто спушил все Тауэр, тот король вообще полнейший. Ну и Чибикс сейчас точно король. Так, у нас Зевс рассыпался. Где это все происходит? Это где-то вместе с паком происходит. Да, Дримскойл стоит здесь. Ну, развалил пак Зевса. Ну, хоть как-то догон применяется. У Джаггера долго еще не будет ульты. Чибикс к этому моменту уже появится. Надо собирать МКБ Джаггернауту. 40 минут позади. Очень динамичная игра. И даже вроде бы без вменяемых масс-файтов. Но тут серьезнейшие вообще стратегические маневры от команды FiveFever. Врыв у нас на Джаггернауту от Бэтрайдера. Затаскивает на свой хайграунд. Ну и Чен всю движуху обломал. У нас Бэтрайдер отправляет Джаггера на базу. Ну, как теперь драться? Стоят бедные несчастные ребята. Тут куча крипов. Как будто големы виноваты в том, что Джаггернаут подставился. У антимага появляется башер. На байбэк, собственно, есть. Двух крипов добить и байбэк у Аэма будет готов. Вижен. Вижена как такового, я вижу, нету команды Инвейджен во вражеском лесу. Да, ничего, вообще нигде у Инвейджен нет вижена. У команды FiveFever та же история. Единственный вижен здесь. Один обсерв стоит на Рошанина, подходя к нему. Ну что, собрались FiveFever на мидлейне. Неужели будет кто-то помогать вообще антимагу? Наверное, это лишено смысла. Димаг все время как-то в соло дерется. И заметьте, никто никогда рядом не присутствует. Если Аэм дерется, он дерется один против троих, четверых, пятерых. Так, ГПМ мы посмотрели, что вообще тут по золоту. 27 тысяч, вот. 27 800 у нас вот антимага. И 23 от Джаггернаута. Уже вроде хорошо все. У Джаггера появляется Дэмон Эдж. Готовится, как я понимаю, выход в МКБ. Тут уже одной ультой у нас умудряется команда FiveFever ультой аппарата гонять. Команду Инвейджен на своем хайграунде. Антимаг подходит к хайграунду Инвейджен. Здесь на один удар 146 хп у барака. 3 500 на руках у Аэма. Будет ли оставлять на байбэк или через Абис Алблейд пойдет у нас Чибикс? Но так все хорошо шло. Правда, перед финишем обычно сложнее всего бывает. И удержаться от какого-то нормального дэмэджа. И не сделать рэмпадж на последних минутах. Ну не знаю, сдадут ли у Чибикса нервы и купит ли он Сакрит Релик под свой башер. Думаю, нет. Думаю, это лишено смысла. На байбэк надо 1500. Ну еще фармить, значит и фармить. Бэтрайдера Блэкинг Бар уже имеется. Уже проюзан. 2 200 сверху. Бэтрайдеру бы выйти в какую-то Шиву. На Рошана заходит команда Инвейджен. Не видят никого. Ульта аппарата пошла на Рошана. Не просветила под смоком. Игроки команды Инвейджен. Ну вот она, Ред Дота. Спадает смок у нас с Джаггернауда. Сразу же все назад, все под свой Т4. Все. Комбинация не прошла. Удачно по реакции сыграла команда 5Fever. А кто здесь, кто бы здесь мог быть вообще? Чибикс уже на вражеском... На вражеской линии. Надо идти и покупать Boots of Travel. Я думаю, сюда сразу же 2ТП. Чибикса отсюда гонят. 4700 на руках у него. Хотя бы продай Power Threads, купи Boots of Travel. Тут понадобится, это 100%. Два лайна у команды 5Fever стоят. Здесь нет милишного барака. Здесь нет милишного. Рынжевой практически добит. Здесь нет Т3. Ну, дела у Инвейджен, конечно, не лучшим образом проходят. Так, ворвались у нас в антимага, где его вообще зацепили. Антимаг под Сайленсом. Скорее всего разваливают АМа, выталкивают АМа. Но АМ живой. Живой АМ. Под Шадоу Страйком бежит. Хилит его, как только может Вич Доктор. Как вообще его убить? Что происходит? Пошел Рошану мстить за всю боль. Чибикс просто неугомонный. Что творит вообще команда 5Fever? Как они это могут делать? Как это получается? Он даже башен, он стоп, получает от Рошана и стоит. Его не волнует ничего. А Эггис, как я понимаю, для кого? Наверное, я не знаю даже для кого. Тут действительно два варианта, оба соблазнительны. Вроде Эггис неплохо бы заимеете, а вроде... Да, все-таки да. А вроде и слот нужен. Покупает себе, наконец-то, Абисал Блейд. На байбэк имеется. Еще и 570 сверху. Все, антимаг запакован практически в фул. Осталось только пауэртретс поменять на Boots of Travel. 45 минут. АМ дичайше, перефармлен. Все хорошо. Умирал 5 раз антимаг. Посмотрите, что он сделал вообще с командой инвейджена. У них у всех минимум левый глаз дергается. И после игры просто будут сидеть, обняв колени в душе. Там просто не выйти со своего хайграунда. Это та команда, которая на секундочку недавно еще выигрывала. Выигрывала, ну да, 2500. Пускай. Ну, короче говоря, выигрывала серьезно. Спушила мид, спушила какие-то позиции на топе. А теперь бедняги стоят и терпят. Антимаг в инвизе. Мало вообще было горя команды инвейджена. Антимагу прокнула руна инвиза. Туда ДД бы еще и можно было разговаривать бы. Ой, звери нарвутся. Ой, нарвутся. Антимаг пошел убивать людей, как я понимаю. Наконец-то надоело у нас антимагу. Нет, вижена. Сколько ударов вообще по Рубику? Один удар и обессал Блейд сверху. Ну и все. Иллюзии начали пушить у нас в бараке. Просто разорвало ДТР. Ну а почему нет? Что, собственно, мешает? Где АМ? АМ отсюда уходит. 3500 на руках. Ну, насобирал себе, по-моему, на Boots of Travel. Да, 1800 избыток. Можно продавать Power Threads, покупать Boots of Travel и быть с фулл запаком. Что еще над АМу, я даже толком не знаю. Можно вообще избавиться от Boots of Travel и купить... Ну, например... Я не знаю, что можно купить. На те деньги, которые я нафармил антимаг, можно маленький свечной заводик купить где-нибудь под Москвой и жить припеваючи. 3900 на руках у АМа. Ладно, деньги нас уже не волнует. Как мы заговорили. Деньги нас уже не волнует. Подписывайтесь, конечно же, на наш канал. Подписывайтесь в группу ВКонтакте. Мы те, кого не волнуют деньги. У Chibix'а 4200 на руках и 25-й левел. Что там вообще по левелам? 23-й у Миракля. И Jaggernaut 22-й левел. Паг с догоном обогнал тебя, Jaggernaut. Ну, как же, бедняга, Jaggernaut терпит. Терпит от антимага. Он был топ-1 на карте. Теперь он первый после бога. Тут действительно антимаг очень сильно перефармливает Jaggernaut. И в соло, я думаю, разваливает без вопросов. Даже со всеми умни-слэшами, со всеми МКБ, со всей ерундистикой. Один Абисалблейд в лицо от Jaggernaut. Он из баша не выходит. Упал рейнджевой барак на нижнем лайне. Так, вообще, кто что у нас нафармил? У Кваппы, Хекс имеется. Есть БКБ, есть Хекс, есть Оркит. У Зевса до сих пор нет ничего. Но здесь, скорее всего, тоже тарится Хекс, как-то контрить антимага. Смог провязали инвейджен. Давайте пока на шмотки посмотрим. У Чена Аганим, ну это понятно. Мы видели уже здесь драконов у Рубика. Ничего, ворвали из Чибикса. Будут стараться его убивать. Бегает огромная свинья по имени Чибикс. Ну, потому что в Хекссе на хайграунде. Просто стоит сверху, смеется. Ульту аппарата поймали 2 или даже 3. Можно врываться. Ну, будет, наверное, стоять здесь. Не видят его, да? Нет, не видят антимага. Видят. Поставили вард прямо на голову у нас Чибиксу. Врывается в АДТР, а сразу же разобрал. Убили Чена, убили здесь Рубика. Чибикс на лоу хп умирает. Выкид сик у нас для Джаггернаута. Не выдержу. Просто нервы не к черту уже у Джаггернаута. Не понимает, как вообще играть против антимага. Не выкупается Чибикс. Да и нет смысла ему выкупаться. Пока что минус 2. Со стороны команды 5F в таверне Рубик и Чен. Hand of God так и не проюзали. Мекку не проюзали. Понятно, под ультой аппарата еще бы юзать. Улетает отсюда аппарат, где у нас пак. Пак на нижнем лайне. Здесь, опять же, есть Бэтрайдер. И имеется Вичдоктор. Рубитрайдера 4500 на руках. Здесь Чибикс, видимо, делится еще деньгами со своими друзьями. Появляется рефрешер Орпу Пака. И, по-моему, давно он появляется после Аганима. Слишком я сконцентрировался на антимаге. Я думаю, здесь вы видели. Наблюдали за данным окошком, которое появлялось. Прошу прощения, что не обратил внимания раньше. Ну все, давайте по вещам дальше глянем. У Ancient Operation имеется Ultimate Orp и 3300 на руках сверху. Аппарат себе такое позволяет. Зевс начинает потихонечку сыпаться. Дагон будет ли проюзан. Но Бэтрайдер готов драться с Зевсом. Зевс отсюда улетает. Просто даггер аут, бежать. Форстаф, теперь будут гнать Бэтрайдера. На лоу ХП у нас, конечно, Бэтрайдер. Но, по-моему, здесь умирает. Нет, не умирает. Через карту просто отправляется. Что такое? Давайте это фиксить. Хватит это терпеть. Разобрали у нас Бэтрайдера. В это время появляется, кто бы вы думали. Появляется антимаг. 5500 на руках. Boots of Travel. Да, Boots of Travel. Шестой слот не стал фармить. А я думаю, что БКБ был бы здесь не лишним. Вместо Boots of Travel. Просто бей-беги. Или носить хотя бы БКБ где-то в Курьере. Курьера оставить в кустах. В нем Boots of Travel, например, носить в Курьере. Возможно, позже мы с вами это увидим. Чебекс пошел гнать у нас Квапу. Только Абисал Блейд провязается. Квапа у нас погибает. Ушла Квапа. Немножко остановилась игра. Потому что и Чебекс, как я понимаю, уже опасается своих оппонентов. Раньше абсолютно на покерфейсе делал все, что он делал. Теперь немного переживает. Потому что слился. Шесть раз он проиграл. Шесть раз он уже умер в этой игре. Шесть раз он уже умер в этой игре. Появляется что-то там... Нет, это появляется Витч Доктор у нас из Таверни. Я думал, у Витч Доктора что-то серьезное по артефактам появилось. Но там есть уже Аганим. Так, врыв у нас пошел в Чебекса. Поднимают его в Телекинез. Развалили. Да, конечно, как сильно бы не... Не чувствовал себя Антимаг. В любом случае, сложно биться сразу против пятерых. Ну, что-то у нас тут рисует. Рисует что-то у нас Чебекс. Или это нервы уже не к черту сдали. Вы видите на карте, что на миникарте вообще происходит. Врываются. Без него не выкупается у нас Антимаг. Почему Антимаг у нас не выкупается? Что вообще случилось? Сейчас всю команду развалят. Что Антимаг делает? Умирает Витч Доктор. Чебекс разбил клавиатуру и ушел. Или что? Почему Витч Доктор выкупается, Антимаг не выкупается? Здесь большая пачка крипов. Видимо, крипы немножко подпушат. И тогда на крысу Чебекс отправится сносить все, что видит здесь. Там уже можно будет... Нет, ничего нельзя будет. Надо выкупаться. Но падают стороны. Чебекс. Он правда, у него время закончилось в клубе. Или что происходит вообще? Позвоните, разбудите кто-нибудь пацана. Вторая сторона падает. Сейчас упадет третья сторона. Я немножечко анимел. Выкупается у нас Чебекс. Пошли Дримскуэл. Куда летит Чикс? Чебекс, сюда ли файт? Или тут на вражеский хайграунд? Нет, ворвался в Джаггернаута. Джаггернаута развалили. Дальше погоня. Погоня от антимага. Будут все бежать. Зевс. Бус оф тревел имеется. Чебекс оставляет у нас Зевса. Можно на бус оф тревел лететь на вражеский хайграунд? Нужно даже. Не можно, а нужно. Нужен антимаг. Почему ногами? Ну... На случай... Да. Разорвали у нас в итоге Рубика. На случай, если вдруг кто-то на крысу соберется сносить Т4. Просто бежит. Несется антимаг. Привязываемся к нему. И мы быстрее, чем ветер. Нет Рубика. Нет Джаггернаута. Будет ли заходить Чебекс? Сейчас увидим. Но надо опять же дождаться крипов. Эти крипы все портят. По миду отправляется Чебекс. Два барака здесь стоит. Ну, это вообще просто... Чену на смех. Как-то... Все. Хилинг оф гад провязали на крипов. Зачем? Непонятно. Как теперь драться? Тоже не ясно. Да, тут немного, конечно, КД. Ну, была бы близко команда 5-ever. Я думаю, Чен об этом пожалел бы. Но пока все хорошо. Кстати, у Чена третьей хилки еще нет до сих пор. 14-й левел всего лишь. В пятером 5-ever. По-моему, первый раз за последние минут... Ну, я не знаю. За минут 55 и 15 секунд собираются вместе. И то, что идут пушить, это вообще удивительно. Идут пушить все вместе. Оставили топ-лайн. Пес вообще с этим лайном. Надо врываться. Где все? Все готовы. Врывается Бэтрайдер. Утаскивает за собой Нана. Нана должны развалить. Убили Нана. Ульта пошла от Чена. Миракл на лоу хп. Так, в принципе, все достаточно живы. Паку надо отсюда улетать. Нет, Миракл отсюда не уходит. Забрали у нас Пака. Квапа умерла и выкупилась сразу же. Все, улетает антимака. Что вы думали? Вы думали, драка будет без потерь? Почему 5-ever ушли назад? Не понимаю. Они думали, что все залетят, все будут живы и никто не умрет. И Пак бедняга будет жить вечно. Нет, ну это невозможно. Драка 5 на 5 обязует к жертвам. Тем более на 56-й минуте. Ладно, все понятно. Джаггер Наута. Баттерфляй есть. Есть МКБ. Джаггер контрит у ворота антимага. Антимаг у ворота Джаггера не контрит. Зато есть Абисал Блейд и... И уже хорошо. У Джаггера... Ничего. Ну здесь отмазку в Мэднес. Я думаю, можно будет в итоге избавиться. Уже как-то несерьезно на 57-й минуте бегать с артефактом за 1800. Пацаны не поймут. Бэтрайдер полетел у нас на Рошана. Рошан сыпется. У Рошана очень мало ХП. Будет ли врыв? Сыр пытаются забрать. Бэтрайдер врывается у нас в АДТР. Затаскивает его на хэкграунд. Квапа сюда же. Ой, какой красивый антимаг. Бегает в виде свинины. И два лезвия в руках. Вот Нана, по-моему, доигрался. Разорвали у нас очень быстро Квапу. Квапа теряет Аегис. Чибикс выкупался. Ему нельзя умирать. Чибикс отсюда уходит. Сильно битый, но живой. Миракл должен забирать АДТРа. Хотя здесь иллюзии доковыряли у нас АДТРа. Ну что, забрали двоих игроки команды Инвейджин. Квапа потеряла Аегис. В итоге 2 в 2 заканчивается драка. Ну, сразу 4 героя команды Инвейджин живы. Потому что был, опять же, Аегис у Квапы. Пушит Инвейджин. Инвейджин пушит последний лайн. Его нужно пушить. У Пакас не будет Дримскойла еще долго. Надо антимагу лететь отсюда. Или зайти как-то в спину. Что-то нужно делать. Абисал Блейд в откате. Бэтрайдера нет. Ульта пошла от аппарата. Спугнул он, по-моему, всех. Джаггер начинает нарезать у нас по АМ. АМ отсюда улетает. Где? Или АМ не улетает никуда. Нет, АМ убежал у нас под фонтан Хилица. Тауэр по-прежнему стоит. Разорвали Джаггернаута и все. Сильно битый Пак. Тоже под фонтаном. Крутотень, конечно, а не файт. Какие 3-2-2? Как вообще такие схемы можно нарисовать под 3-2-2? Кто там режиссировать должен всю эту ерунду? 6-600 на руках у антимага. Байбека, по-моему, нет еще. Да, еще 2 минуты. История с MVP, по-моему, повторяется. Антимаг не собирается отдавать катку вторую. 5-5 первую игру MVP проиграли. Потом Чибиксу взяли на антимага. И он разорвал команду практически в соло. По команду MVP Phoenix. Но здесь в соло уже не получится. Здесь очень сильно нафармлен Аквапа. Очень сильно нафармлен Джаггернаут. Да скоро такие ребята, как Чен и Рубик, уже начнут налево-направо деньгами разбрасываться. Ну, практически час идет данный матч. Ну и, кстати, ни капельки не пожалел, что смотрю его. Ну и вам тоже спасибо, что весь этот час наблюдаете. На-на, ловит ульту от аппарата и быстрее бежать отсюда. Тут аппарат уже в соло начинает гонять Аквапу. Сайт оф Вайс имеется у Ancient Operation. Где такое вообще можно еще увидеть? Меддат собрал, чтобы собрать Аганима. После Аганима еще куча шматья. Человек, который просто себе Аганим позволить не может. БКБ появляется все-таки у антимага. Наконец-то! Как же долго этого момента, я думаю, все ждали. БКБ и летает Boots of Travel. Я так читаю семислотовую доту, что иногда сам себя обнимать начинаю. 3900 на руках у антимага. Байбэк есть, по-моему, уже где-то близко к этому подходит. Да, 40 секунд осталось до байбэка. Антимаг бегает с курьером близко. Курьер носит Boots of Travel. Специально, я так понимаю, специальный курьер у нас для антимага. Личный. Да, все правильно. Личный курьер для антимага, другой курьер на базе стоит. Кто контролит курьера, интересно. Вряд ли у Чибикса время будет еще контроль. Хотя, так как Чибикс делает, райт-клик на бараке и все. Стой, игнорируй все, что происходит вокруг него. 60 минут сыграно. По золоту. 8000 на 60-й минуте. Не считается. По экспириенсу. Все, в ноль. Я так понимаю, там все 25-го, да, уже? Нет, не все, но по экспириенсу разница вообще всего лишь 3 человека 25-го. По экспириенсу разница в тысячу. М-да. Курьер с Boots of Travel сидит в деревьях. Не палите курьера. По-моему, сейчас курьер доиграется. Нет, живой курьер. Чибикс гонит у нас Гёста. Хекс пошел на антимага. Надо БКБ включать. БКБ надо включать до смерти. Это просто какая-то социальная реклама. Включи БКБ при жизни. Минус 3 умудрились сделать. Пока антимага фокусили. Как вообще, куда я смотрел? Минус 3 команда FiveFever сделала. Miracle даблкил умудрился сделать. Антимаг живет. 5-100. Всех вокруг себя собрал. Там разваливал всех. По факту Miracle вместе с Бэтрайдером. Выкупается Зевс. Выкупается Джаггернаут. Пошли пушить. Ну, идите пушьте. Все команды FiveFever полностью жива. Все, курьер понес использованный Black King Bar. Чибикс отправляется на свой хайграунд дефать. Странный, конечно, был БКБ. С другой стороны, хорошо-то подрались. Кто там захексил? Зевса, Хекса еще нет? Да, у Зевса даже есть Хекс. У Квапы Хекс. У Рубика. Нет, у Рубика нет Хекса. У Джаггернаута. У Джаггернаута до сих пор какие-то кривые артефакты. Что-то вообще не удается нормальным. Ну, тут понятно, байбэк. Что там у Джаггера, кстати, по золоту? 40 тысяч нафармил Антимаг. Какой вообще Джаггер? 28 тысяч у Джаггернаута. 40 тысяч за 60 минут. Что с ГПМом? 750. Круто. Целый час ГПМ 750. Антимаг опять водит за собой курицу. Бутс оф Тревел лежит в ней. БКБ на этот раз будет, наверное, проюзан. Антимаг тогда и вообще не провязал БКБ. Как так, а? Да, он не провязал БКБ. Он просто ушел из файта. 10-ти секундный БКБ до сих пор для Антимага. Готовый Файфэва врываться. Готовый у Мирекля. Есть ли ульта? Дримскойл есть. Есть Рефрешер Орб. Лассо имеется. У Эншент Опарэйшена все в порядке. Он далеко стоит. Готов запульнуть хорошую ульту. Вич Доктор с Дезвардом тоже готов. Дезвард третьего левела. Плюс Аганим туда же. Ну так идите деритесь. Что вам нужно вообще? Бутсов Тревел прилетает. Эншент Опарэйшен. Ульта пошла от Зевса. Что и бежать? Все. Ульта от Зевса. Бежим. Нет, никто никуда не убежал. Тимаку летает на мид. То ли сплит пуш, то ли я не очень понимаю, что вообще происходит. Кого первого сдадут нервы, кто у нас в рапиру пойдет? Денег просто сейчас очень много сконцентрировано в коргероях. Кому-то же нужно рапиру собрать, чтобы хоть как-то эту игру до полного невминоза перевести. 64-я минута. Я уже... Я начинаю сожалеть о своем решении. Как в быстром ответе в доте. Так, вытащили у нас Гёста. Потихонечку разбирают. Разбирают Зевса. Зевс не выходит у нас из Баша. 100 секунд не будет Зевса. Ульта от аппарата. Пошла в никуда. Что вообще там аппарат под какими-то наркотиками легкими? Куда эта ульта была, непонятно. Падает барак на топе. Где Джаггернаут? Под смоком Джаггер. Готов. Врываются. Хекс пошел в Чибикса. Блэк Кинбар так и не проюзан. Вытолкали Чибикса. БКБ и давай драться в соло. Теперь кто кого. Просто у нас битва титанов. Ну это не честно. Хекс против Джаггера. Джаггер у нас умирает. Байбека нет. Чибикс разваливает у нас поочередно Чена. Джаггернаута. Разваливает Зевса. Ну что? 5-5. Просто переворотный коллектив. Очень круто отыграли. Затерпели. Поработали над ошибками в прошлом матче. Полностью повторили схему игры против МВП. Феникс. Ну не полностью, но повторили. Антимаг в пике. Все. Антимаг. Вот 5-5 пока что в азиатском дивизионе как минимум сегодня не контрится. Ну что? Спасибо всем, что вы смотрели. У нас перерыв. Перерыв на 5 часов. Да, по-моему, на 5 часов у нас перерыв. И в 12 по Киеву, в час по Москве встречаемся. У нас будет матч между Complexity и Not Today. Американский дивизион там тоже рубка дичайшая. Not Today чуть-чуть отстают от Evil Genius. Им надо вообще рвать и метать, чтобы хоть как-то догонять зазнавшихся ребят из ЕГЭ. Ладно, все. У микрофона был друг. Это студия Игрокам ТВ. Подписывайтесь на Twitch. Нажимайте follow. Это нам будет очень приятно от этого. Не забывайте заходить в группу ВКонтакте. Там же ссылки на Twitter. Постоянно обновляется вся инфа по нашим стримам. Короче говоря, все. Пауза. В 12 часов увидимся. Чтоб все были, кого я вижу сейчас. Спасибо еще раз большое, что были со мной все эти 6 или даже 7 часов стрима. У нас впереди еще 2 часа увлекательных стримов. Но это будет уже в полночь. Все. Небольшой перерыв. Меньше играйте в доту. Больше читайте книг. Услышимся в 23 сет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok